добрый день дорогие мои подписчики дорогие зрители моего канала спасибо что вы смотрите меня ну а сейчас у нас такая интересная тема которая я думаю интересно многим женщинам это виза невесты в астралию свое время я сама перелопатила весь интернет в поисках какой-то информации по этому вопросу но к сожалению информации было очень мало что меня конечно расстраивало но я хочу чтобы еще вы помимо этого вы еще избежали тех ошибок которые сделала я в процессе вот оформление визы от сови за невесты под класс 300 предполагаемый брак период ожидания этой визы 12 месяцев то есть с момента регистрации и посольстве австралии срок рассмотрения 12 месяцев и первое что я вам хочу посоветовать если вы уже приняли твердое решение если вы уверены в своем партнере женихе пожалуйста настройтесь на терпение на то что вы будете все делать достаточно быстро все организовывать и конечно терпение прежде всего терпения без него никуда потому что предстоит достаточно большой объем работы второе что я вам хочу посоветовать а может быть это и в первую очередь вам нужно зайти на официальный сайт посольства австралии и прям по пунктам записать себе все необходимые документы которые вам предстоит собрать там документы делаются с двух сторон то есть со стороны невесты и со стороны жениха то есть начинайте работу одновременно мужчина ваш мужчина также должен со своей стороны подготовить определенные документы это и свидетельство о рождении свидетельство о расторжении брака справку о с банка у его платежеспособности или же справку с места работы потом там копию паспорта то есть все эти документы указаны на сайте посольства также он должен позвонить свою миграционную службу и уточнить какие документы необходимо заверять заверять специальным штемпелем со стороны невесты также все по пунктам надо выписать чтобы ничего не упустить чтобы ничего не пропустить и начинать действовать формы которые необходимо заполнить как и жениху так и невесте они все на все формы на английском языке ответы должны быть тоже на английском языке английского совершенно не знала поэтому у нас было два выбора то есть прибегнуть и к услугам специального агентства по иммиграции которые стоили 3000 долларов в 2012 году мы начали оформлять или же сделать визу самим мы решили делать сами формы все составлял мой жених он за себя и за меня но конечно существовали там такие вопросы которые ну как он сам не мог разобраться и достаточно понятно объяснить мне чтобы спросить у меня эту информацию и я прибегала к помощи профессионального переводчика также переводила все документы необходимые там свидетельство о рождении свидетельство о расторжении брака еще какие-то документы переводила у профессионального переводчика но вот здесь вот пункт я тоже хочу вам сказать чтобы вы обратили на это внимание что все документы которые переводятся и требуют потом нотариального заверения я вам советую переводить у переводчика который работает у определенного у определенного нотариуса у которого вы будете заверять потом документы потому что нотариусы обычно не заверяют документы переведенные каким-то другим переводчиком с которым они не работают вот этот важный момент обратите внимание что требуется справка с овд о несудимости и в 2012 году когда я оформляла визу уже срок срок ее оформление этой справки в овд составлял один месяц поэтому вам необходимо будет сразу же пойти в овд подать заявление о предоставлении имя такой справки вашей несудимости и не забудьте пожалуйста там указать чтобы у вас была фамилия и настоящая и девичья потому что бывает что если вы не укажете где-то там пропустите девичью и справки она не будет указана девичья фамилия у вас могут быть большие неприятности то есть вам могут вернуть документы также нужно вам приложить в пакет документов копии билетов о встрече встреча одна обязательно минимум одна встреча обязательно поэтому надо приложить в подтверждение копии ну электронные можно электронные копии билетов также совместные фото переписку на сайте или на скайпе все распечатанном виде того как жених соберет все документы у него их будет немножко меньше поэтому возможно он закончит их собирать на раньше вас он должен на если вы хотите все это как-то по-быстрому сделать нужно курьерская служба ему переправить документы вам в россию вы со своей стороны собрали все документы пожалуйста проверьте их по списку чтобы ничего не пропустить потому что очень важно никто не будет разбираться с вами почему вы забыли какой-то документ все вернули вернут вам обратно и будете по новой все отсылать то есть документы жениха документы невесты все прокрыжили в один пакет собрали и тоже отправили курьерской службой после того как посольство получит ваши документы вам на электронный адрес придет подтверждение о том что ваши документы зарегистрированы на сайте посольства и вам сообщат вас ли ваш регистрационный номер который вы должны как бы помнить от на все документы отправлять в посольство в москве также на сайте посольство есть список всех консульств австралийских которые находятся на территории россии поэтому вы можете выбрать то консульство которое ближе к вам находится к вашему месту жительства через время вам позвонит ваш офицер который будет курировать ваше вашу визу и сообщит вам о дате и времени проведения собеседования ну например мы подали документы это было 2012 год в начале февраля собеседование мне назначили на середину мая ну теперь мы подошли к собеседованию значит по собеседованию хочу вам так посоветовать чтобы вы прежде всего отвечали четко небо не бойтесь ничего но четко и по существу то есть отвечайте на те вопросы которые вас спрашивают не надо рассказывать лишнего ничего я например себя веню в том что я начала рассказывать действительно вот лишнее я хотела подчеркнуть что я знаю много информации о моем женихе о его семье ну создалось видимо впечатление что я вот какая-то болтушка наверно подумала потому что конечно виза рассматривалась очень долго я не знаю что было причиной вот и значит не рассказывайте ничего лишнего только по вопросам ответ вопрос спрашивали меня где мы познакомились на каком сайте когда когда где была наша встреча когда она была сколько по времени даже где она была в каком месте в отеле или где то есть так спрашивались такие моменты которые уточняют действительно подтверждают подлинность встречи подлинность отношений прошивали причину моего развода спрашивали были ли у меня отношения серьезные после моего развода с мужем если они были то причину расставания то есть так вот подробно все все подробно спрашивали я за границей ранее был ли мой жених за границей в общем такая достаточно подробная информация как-то серьезно серьезно к этому надо подойти подготовиться после того как вы пройдете собеседование вам ваш офицер сообщить что вам можно проходить медицинское обследование медицинское обследование проходит там же на сайте посольство вы посмотрите и список всех медицинских учреждений которые аккредитованы аккредитованы и которые находятся в списке посольства австралия хочу опять таки вас предупредить о той ошибки которую допустила я чтобы вы не стали на те же грабли то есть я например человек такой исполнительные и проявляю где-то ненужную свою инициативу не ну тогда я сделала что я сделала до подачи документов на визу невесты вот мы в начале февраля собрали весь пакет уже мне пришлось австралии документы моего жениха а это было в начале февраля а в конце декабря я значит решила пройти заранее медицинскую комиссию чтобы в пакет документа положить уже подтверждение вот эту квитанцию о прохождении комиссии я значит ближайшая клиника это было иммиграционный медицинский центр в городе москве я туда полетела да прежде всего хочу вам еще сказать когда вы выберете медицинское учреждение вы также позвоните туда заранее чтобы вам назначили дату вот прохождение комиссии и также спросите какие документы им надо привести лишний раз спросите значит не ошибетесь я тоже самое все сделала до этого также в на сайте австралии на сайте посольства австралии все указано какие документы нужно на медицинскую комиссию какие там формы все это там приложено вам остается заполнить эти формы по моему две формы нужно на медицинскую комиссию который тоже на английском языке и написаны и заполняются в результате я тоже прибегала к помощи профессионального переводчика чтобы мне она помогла вот эту комиссию эту форму составить потом значит я брала с собой еще два фото для медицинской комиссии копии паспорта оригиналы и российский изогран две формы которые необходимо сдать я сняла с них ксерокопию на всякий случай и вообще со всей визы я сняла ксерокопию для себя чтобы уточнить и куда вам подавать все эти формы по комиссии медицинской значит когда вы позвонили созвонились с этим центром и вам назначили дату прохождения комиссии вы уточните первично куда вам нужно подавать эти документы вот эти формы все вам назовут адрес и вы в первую очередь должны ориентироваться что вам нужно в этот офис первый куда вы подадите эти документы все там еще заполните определенные формочки и тогда оплатите стоимость 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 последняя стоимость которую я сдавала к медкомиссию это было 315 американских долларов эта комиссия да кстати еще такая оговорка что если вам визу невесты не подтвердят то есть не дадут никто не будет возвращать никто не будет возвращать вам деньги за медицинскую комиссию и какие-то вы значит вы едете в первый офис сдаете все документы на медкомиссию платите денежки вам выдают квитанцию и специальный такой пакет вы едете в другой офис который находится другом конце москвы на метро все это все это быстренько конечно как вспоминаю так это все нужно сделать в один день то есть чем раньше вы приедете тем лучше у меня самолет опоздал я должна была прилетать 9 утра прилетела в 11 была в шоке звонила в этот центр говорю мне назначена на 11 30 по моему меня было я опоздала мне даже я попросила мне в самолете там представитель представители компании написал что самолет задержался на 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 два часа по моему и я звонила ну сказали ничего главное вам успеть в один день все я бегом бежала везде вспоминаю с ужасом испытания в любом в любом деле нам даются испытания и потом значит после первого офиса вы бежите во второй офис квитанции из вот таким большим пакетом что там внутри я не знаю по моему там что-то формы и что-то еще какое-то направление во второй офис вы вбегаете и бежите сдавать анализы но уточняете еще где в каком кабинете что сдаете анализы которые берутся там же на месте это кровь из вены моча и рентген рентген уже представлял более серьезное обследование то есть и в профиле фаз везде сканировали и даже у меня обнаружили последствия кашля который прошел на тот момент два месяца назад как был и все это видели то есть настолько досконально чтобы не допустить никаких серьезных заболеваний все было просмотрено досконально потом вы ждете на результатов анализов которые достаточно быстро все делается и с этими результатами анализа вы идете к терапевту который осматривает вас проверяет зрение проверяет давление кровяное смотрит результаты анализов значит спрашивает да еще пожалуйста ничего не говорите лишнего что он спрашивает что вас беспокоит водка как ваше здоровье стало последнюю очередь в последнее время ничего пожалуйста не говорите лишнего все хорошо все нормально ничего не беспокоит ну врачи на настроенные доброжелательно поэтому нет у них цели чтобы как-то вас не дать вам медицинской комиссии поэтому будьте спокойны и сами не нервничайте ну и лишнего ничего не говорите да для женщин гинекологии нет только осматривают молочные железы то есть на наличие видимо опухоль или чего-то что-то серьезного вот я вам не сказала я начала говорить и не сказала почему не делайте вот такой ошибки как я я сдала эту комиссию в декабре чтобы приложить к всем документам но этого делать ни в коем случае не надо это делать уже после подачи документов на визу почему потому что срок годности медицинской комиссии 12 месяцев по истечению 12 месяцев срок рассмотрения визы который тоже 12 месяцев он не истек естественно а срок медкомиссии истек и мне значит уже в январе месяце я приду первую комиссию сдавала в декабре документы мы подали в феврале и в январе месяце когда уже подходил срок 12 месяцам визы получать визу мне сообщили что срок медицинской комиссии он истек сдавайте повторно и я это по кругу полетела второй раз в москву поэтому учитесь над чужих ошибках не бежите впереди паровоза как это делала я ну вот после того как вы сдали медицинскую комиссию если доктор не сказал вам что у вас плохие анализы в таком случае вам придется пересдавать второй раз я знаю там была девочка она пересдавала тоже у нее были плохие анализы если все более-менее нормально конечно они смотрят все тело осматривают на прощупывают то есть как-то утаить там где-то варикозное расширение вен или же какие-то еще проблемы их не удастся все на лицо но это не есть препятствие для получения визы препятствием являются другие серьезные заболевания после того как вы сдали медицинскую комиссию все это прошли вы спокойно уезжаете домой и ждете все результаты они сами передадут в посольство то есть вам за результатами не надо волноваться и ехать ничего я говорила уже визу мы ждали 13 месяцев потому что связи с вот этим моим повторной сдачи медицинской комиссии потребовалось время мне отвечали что результаты послали в сидней то есть там еще рассматривают результаты медкомиссии ждите вот так мы ждали 13 месяцев потом я очень быстро собралась потому что уже настолько было терпение закончилось настолько было тяжело это все ожидать как между небом и землей вот либо ты здесь либо ты там все 13 месяцев ты в ожидании ты не знаешь что ли ты останешься в россии то ли ты уедешь все-таки к своему любимому человеку поэтому еще раз вам терпение мои дорогие да вы знаете как еще мне наш офицер курирующий он предложил она предложила уже в феврале месяце говорит ну поезжайте к нему по туристической визе ну дело в том чтобы если бы это знать что можно поехать в период ожидания по турвизе может быть мы поехали я бы поехала но уже подходил срок 12 месяцев истечения срока рассмотрения виза невесты поэтому смысла ехать не было то есть такой вариант возможен единственное что я спросила то есть мне можно поехать по туристической визе и остаться там и там ожидать результатов рассмотрения виза невесты на что мне был дан ответ нет вы должны к моменту получения визы результата если он будет положительный вы должны находиться в россии и вы должны выезжать по визе невесты с россии то есть не ждать ее в австралии а поехать по туристической вернуться и ехать уже по визе невесте невесты ну конечно не было смысла уже в последний месяц вот это все делать туда-сюда ехать естественно я не поехала и мы дождались виза невесты она дается сроком на 9 месяцев то есть вы должны с женихом за 9 месяцев принять решение остаться в австралии и жениться или же возвращаться поэтому я вам желаю всем всем девушкам всем женщинам которые сейчас меня смотрят терпение терпение удачи и конечно серьезно к этому отнестись очень все по пунктам все ничего не забыть ну и желаю вам чтобы вас вас вашу визу рассматривали с наименьшим сроком я тоже думала что 6 месяцев как мне сказал офицер что 6 месяцев это минимально все может быть я так была уверена что 6 месяцев это мои 6 месяцев минимальный срок для меня потому что у меня все было все предусмотрено все идеально все подготовлено но так распорядилась судьба а может быть офицер я не знаю но мы ждали 13 месяцев в итоге поэтому девочки дорогие мои подумайте прежде всего серьезно готовы ли вы к такому длительному ожиданию к таким всем серьезным испытаниям прежде чем решиться на австралию но как говорится шанс везде есть и всегда надо если вы поняли что это ваш человек его нельзя терять ни в коем случае потому что жизнь одна потому что второго шанса может быть вообще не быть удачи вам мои дорогие всего вам хорошего если вам понравилось пишите мне комментарии ставьте лайки следующее видео я вам расскажу в следующем видео расскажу о причинах по которым могут дать отказ в получении визы невесты оставайтесь на моем канале подписывайтесь на мой канал спасибо вам за внимание спасибо вам что были со мной все до свидания мои дорогие пока пока пока